Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Алеумед» и с вами я, Асиль Турар. Управление социально значимыми заболеваниями – одна из важнейших задач для любой страны. Сегодня мы поговорим об их профилактике на примере борьбы с туберкулезом, причем сквозь призму работы НПО. И сегодня у нас в гостях руководители общественного фонда «Луч надежды» Любовь Рубежанская и Айман Тимберханова, возглавившая фонд по профилактике и снижению заболеваемости туберкулезом и ГЛИК. А я по традиции напоминаю, беседа в прямом эфире. Звоните по номеру 25 25 05 и участвуйте в разговоре. Думаю, наши гости с удовольствием ответят на все ваши вопросы. Любовь Алексеевна, Айман Тимберхановна, я рада приветствовать вас в нашей студии. Добрый день. Наша встреча откладывалась несколько раз. Я очень рада, что она все-таки у нас сегодня состоялась. Мы поговорим сегодня на одной из самых таких злободневных тем современности – борьба с туберкулезом. Любовь Алексеевна, фонд «Луч надежды» существует уже 15 лет, но когда он был еще создан, тогда еще учреждения уголовно-исправительной системы были достаточно закрытыми. Какова ситуация на сегодня? Спасибо за вопрос. Но, во-первых, прежде чем ответить на него, поскольку какая ситуация сегодня, я, наверное, в двух словах скажу о том, что когда создавался общественный фонд, это был 2003 год, он официально, наш фонд был зарегистрирован в юстиции, а до этого, 2000 год, это была инициативная группа. И на тот момент как раз это активно началось реформирование пенитенциарной системы. И к нам в область вошли две неправительственные организации международные. Это на тот момент очень уважаемая международная тюремная реформа и Королевско-Нидерландская ассоциация Кенсиви, так называемая возглавляемая Ткаченко и ПАК. Светлана ПАК, она и сегодня возглавляет Кенсиви, и мы тесно сотрудничаем. Поважение дел было, будем говорить, очень плачевное. Во-первых, слияние двух областей, это увеличение численности тюремного населения, скучность, заболеваемость высокая, смертность превышала все допустимые и недопустимые нормы. У нас на тот момент, даже я не буду скрывать эти цифры, это до 40 случаев летальности было от туберкулеза в целом по области. И, конечно же, возникла мысль о создании неправительственной организации, которая бы, во-первых, туда вошли бы профессионалы, во-вторых, как вы заметили, закрытая, очень закрытая была система. И вот эти две неправительственные организации, они сумели создать такую атмосферу и доверие руководству на тот момент Комитета уголовной исполнительной системы через образовательную программу, потому как это была программа реформирования пенитенциальной системы и стратегическое планирование. Прошло это обучение, начиная с руководства уже, и затем это обучение прошло на местах. Система как раз, в общем-то, стала более доступной, я не могу сказать, что она стала открытой, более доступной. И когда мы вошли туда с мониторингами, конечно, мы вошли не сами. С первой минуты, с первой секунды мы стали свою работу координировать с Акмолинским областным противотуберкулезным диспансером. Поэтому, что нужны были специалисты, нужны были профессионалы, которые бы на месте посмотрели, как обстоят дела. А обстояли дела, как я еще говорю, что у нас это подразделение в Степногорске, где проходили лечения больные, осужденные, трех видов режима, но они все находились совместно, то есть и выздоравливающие, и, значит, уже те, которые на поддерживающей фазе, то есть и высевающие бактерии. Ну, это было, знаете, смешанное. И как раз наши доктора, фтезиатры Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера, в частности, Аймана Тимирхановна, сделали все возможное с руководством Департамента уголовной исполнительной системы, чтобы лечение проходило там не по виду режима, а по типу заболевания. И я хочу сказать, что мы добились больших результатов. У нас, если в 16-м, мы сначала в 5 раз, в 7 раз, в 8 раз снизили заболеваемость. В 16-й год мы завершили, что в пенитенциарной системе от туберкулеза не было вообще смертности. Да. В прошлом году у нас... Среди колоний. Да, это среди, я имею в виду, Акмолинской области. Только Акмолинской области я имею в виду. Конечно, у нас разговор идет в разрезе. К этим цифрам мы сейчас перейдем, потому что это очень интересная цифра. И, надеюсь, они такие обнадеживающие. Не случайно мы вас пригласили вместе, Аймана Тимирхановна и Любовь Алексеевна. Люди, давние партнеры, да, вот как вы сейчас говорите, первым вашим партнером был Акмолинский противотуберкулезный диспансер, долгие годы возглавляемый Гуль Тимирхановной. Гуль Тимирхановна, врач высший... Айман Тимирхановна, врач-фтизиатр высшей категории. И вот в 2017 году вы возглавили созданный фонд ИГЛИК. В чем его цели и задачи? Ну, конечно, этот фонд создавался не на пустом месте. Вот в 2003 году Любовь Алексеевна создала, организовала фонд по защите прав и борьбе с туберкулезом. И так получилось, что с первого дня мы с ней вместе рука об руку работали в этом фонде. Если она больше занималась правозащитной деятельностью, то я как консультант по вопросам туберкулеза. Естественно, мне было очень важно, какой пациент из колонии выйдет в гражданский сектор. И, естественно, до организации этого фонда доступа как гражданский врач-фтизиатр я не имела. И благодаря организации фонда я увидела, что фонд действительно может изменить ситуацию. Можно сказать, это было связующее звено между нами, гражданским сектором здравоохранения и пенитенциарной системой. Естественно, начало 2003 год и сегодняшней ситуации, конечно, у нас полное доверие, полное взаимопонимание. И я сегодня хочу выразить благодарность всем сотрудникам департамента уголовно-исполнительной системы Акмолинской области за то, что ни разу не было случая, чтобы они не среагировали на наши рекомендации. И практически, конечно, это их победа сегодня, сегодняшняя сложившаяся ситуация. И я с гордостью говорю, что действительно, вот повторю то, что сказала Любовь Алексеевна, практически мы объездили все колонии туберкулезные республики Казахстан, мне есть с чем сравнивать. И то, что колонию нашу противотуберкулезную оставили в Степногорске, несмотря на слабую материально-техническую базу, можно сказать, в сравнении с другими областями. А она слабее, чем в других областях, но из-за правильной организации работы персонала, из-за организации мер инфекционного контроля, вовлеченность вообще сотрудников этой колонии в сам процесс лечения и профилактики туберкулеза. И, естественно, работа сейчас продолжается. И результат, он налицо. И, естественно, этот пример, он для меня послужил такой мотивацией к организации второго фонда, тоже профильного, направленного на туберкулез, на проблему туберкулеза, но она более масштабна. Сейчас она охватывает вопросы профилактики. Наш фонд, Общественный фонд по профилактике и снижению заболеваемости туберкулезом, смотрите, масштабная миссия, направлена, в общем-то, конечно, точно так же, как всякая болезнь, легче предупредить. Естественно, туберкулез тоже нужно пытаться предупредить, потому что на то есть масса. Как специалист, физиатр могу сказать, это заболевание, которое лечится длительно, имеются определенные, конечно, трудности в процессе лечения. И поэтому я считаю, что нужно заниматься нам всем профилактикой. Прежде всего, этого заболевания. Ну и вот эта связь, о которой вы сейчас говорили, действительно демонстрируется. Для меня, допустим, она стала особенно очевидна, потому что действительно, какими люди выходят, с каким здоровьем люди выходят из по ту сторону, да, колючей проволоки, зависит от того, какая будет ситуация у нас с туберкулезом в обществе. И вот я хотела добавить, что вот первоначально, если мой фонд, он как правозащитный был, это потому полностью он называется Общественный фонд защиты прав человека и борьбы с туберкулезом. Но настолько я была вовлечена вот именно в работу по профилактике туберкулеза, снижению заболеваемости в этой системе, что это сейчас у меня больше даже как-то уже получается, что он идет на профилактику социальных особо опасных заболеваний. Любовь Алексеевна, какие проекты за 15 лет работы реализовал ваш фонд? Потому что известно, что часть проектов реализуется в рамках международных грантов, часть проектов в рамках госсоцзаказа. Ну, дело в том, что мы реализовали более 30 проектов. По госзаказу мы стали работать, но не так давно. А вот когда все-таки самое интересное, что говорят так, если реализуешь проект, он должен быть устойчивым. Так вот, как раз пример устойчивости проекта, это тот проект, который был в SkinCV. Когда прекратилось финансирование, в 2006 году полностью финансирование прекратилось, но до сих пор мы работаем в том направлении. И очень хорошо, конечно же, это просто великолепно, что в 2005 году, когда был принят закон о государственном социальном заказе, и есть теперь возможность участвовать в конкурсах, вот по этой проблеме, по проблеме профилактики особо опасных инфекционных заболеваний, социальных заболеваний, нас поддержало управление внутренней политики. Но перед этим мы работали с Министерством здравоохранения. С Министерством здравоохранения мы плотно отработали, вот как раз Аймада Тимирхановна сказала, что благодаря тому, что укрепление пенитенциарного и постпенитенциарного здравоохранения в рамках этого проекта нам предоставилась возможность посетить буквально все подразделения противотуберкулезные в Республике Казахстан. Это как раз был проект, который Министерство здравоохранения объявило, это после обращения главы государства, это было в январе 2011 года, где четко прослеживалась такая мысль, что обратить особое внимание на снижение заболевания туберкулеза и ВИЧ в исправительных учреждениях Республики Казахстан. И вот после этого Министерство здравоохранения объявило конкурс. Нам посчастливилось, наш фонд выиграл этот конкурс, и мы работали в целом по республике. Потом я говорю, что нас поддержало очень хорошо в этом направлении наше управление непосредственно внутренней политики, объявив конкурс, и мы там тоже участвовали. Вот благодаря этому конкурсу мы смогли применить вот такие формы и методы поддержки работы с уязвимыми слоями населения, освобождающимися из мест лишения свободы, с незавершенной формой лечения, когда благодаря этому проекту мы могли выделять им ежемесячно продуктовые пакеты. Это, в общем-то, большая была помощь. Сейчас мы работу эту продолжили с управлением здравоохранения Акмолинской области. Очень интересный такой, знаете, проект, направленный на профилактику тоже туберкулеза среди населения и, конечно же, среди личного состава и подразделений Департамента уголовной исполнительной системы. Этот проект, он краткосрочный, к сожалению, но продуктивный. И я хочу, воспользуясь этим случаем, вот то, что мы здесь с вами хотели сказать о том, что 31 октября в 16 часов мы на втором этаже Железнодорожного вокзала будем проводить акцию. Как раз акция будет называться «Я смогу остановить туберкулез». Почему Железнодорожный вокзал? Мы специально выбрали то время, согласовали, когда там большой пассажиропоток между поездами, скопление людей, для того, чтобы... Там будут проецироваться фильмы, там будет конкурс, викторины. У нас продуманы призы, в частности, для приобретения здорового продукта, это меда. Ну, в общем, есть... Любовь Алексеевна, немного вас перебью. У нас уже есть телефонный звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Я хотел бы от себя лично, как человек, выразить большую благодарность вот той деятельности, которую проводили, наверное, в течение многих лет именно в пеникстарной системе рубежанская наша Любовь Алексеевна и Айман Тимирхановна. И вот от себя просто подчеркнуть ту роль, значимый объем работы, которую они провели в этой системе. И этот результат, он на сегодняшний день виден воочию. Огромный результат. Просто очень большой результат. Я вот сейчас пенсионер, и просто сейчас стал смотреть телевизор, увидев эти лица, очень мне знакомые и дорогие лица, я бы так сказал. И пожелать им счастья, здоровья, благополучия, долгих лет творческой, плодотворной работы. Всего вам хорошего и большое спасибо. Большое спасибо вам за ваш телефонный звонок. И я вот приветствую, Шайбудов Марат Жуфкинович. До свидания. Вы, наверное, узнаете, да, человека? Спасибо. Большое спасибо вам за ваш телефонный звонок. И хоть и не было вопроса, но зато был очень хороший такой добрый посыл. Поэтому обратную связь чувствует себя приятно, да? Спасибо. Ну и вот, возвращаясь к нашему разговору, Айман Тимирхановна, вот, как мы уже говорили, врач-фатезиатр высшей категории, человек с очень большим профессиональным опытом. Туберкулез, как и любая социально значимая болезнь, видоизменяется. Так же, как и, допустим, болезни системы кровообращения меняются. Они либо молодеют, либо меняются какие-то подходы в их лечении, да? Так же, как и ВИЧ, туберкулез также меняется. Как на сегодня ситуация выглядит и как выглядит это заболевание? Да, конечно, ситуация поменялась коренным образом, можно сказать. Я буду говорить о ситуации за последние 10 лет. За последние 10 лет заболеваемость на территории Акмолинской области снизилась почти в 3 раза. Смертность от туберкулеза почти в 5 раз. Это уже реальные результаты работы. Если в 2008 году где-то порядка около полутора тысяч новых случаев выявлялось, туберкулеза, то в этом году за 9 месяцев 319 случаев. Цифры сами за себя говорят. Если умирали более 100 пациентов, то в этом году за 9 месяцев умерли 10 пациентов. Но, конечно, болевая точка, это самый главный индикатор, конечно, это социально значимые заболевания. Мы не должны успокаиваться, пока у нас будет регистрация туберкулеза среди детского населения. К сожалению, в прошлом году было около 30 детей выявлено, и в этом году 21 ребенок. Мы считаем это от 0 до 18 лет. 12 детей до 14 лет и 9 подростков. А дети заражаются от взрослых. Поэтому, конечно, ситуация, она радует, но дети не должны болеть. Я сталкивалась с опытом Эстонии. Эстония – это одна из 15 республик Советского Союза. Поэтому я могу сравниваться. В 2012 году, когда я была там на учебе, в 2012 году там не было зарегистрировано ни одного случая заболевания среди детей. Естественно, мы должны будем стремиться к этому и делать все для того, чтобы дети не заражались от взрослых. Нам предстоит еще большая работа. Несмотря на те успехи, которые у нас есть. К сожалению, не так давно у нас в области прошел случай, в одном из районов, не будем уже уточнять, когда был выявлен туберкулез у воспитателя детского сада. То есть, действительно, дети остаются такой категорией уязвимой для этой болезни. И, Любовь Алексеевна, вот мы говорим о том, что, как бы, какое-то время мы уже говорили о том, что туберкулез, он характерен не только для социально незащищенных слоев населения, что заболеть, заразиться этой болезнью может и человек из такой состоятельной семьи, да, но, тем не менее, продуктовые пакеты, социализация осужденного, бывшего осужденного, вернувшегося из мест лишения свободы, она все-таки имеет место, это очень такую важную роль, да, играет ваш фонд. Какую работу выполняет? Я, прежде всего, хотела бы сказать о том, что, вот, в целом, работа нашего фонда, она была направлена на улучшение условий содержания, там, вниз, внутри колонии. Это очень большое значение имеет. Улучшение питания. Мы тоже свои рекомендации давали. Было принято, ведь на законодательном уровне все это потом делается. Далее. Мы в обязательном порядке, бывая на местах, а мы практически, практически, мы бываем ежемесячно в колониях, так, мы встречаемся с лицами, пребывающими на свидание к тем осужденным. Это неважно, или это в противотуберкулезной колонии, или это рядышком там строгого вида режима, она соматическая, которая обслуживает практически все наши области, соматическая больница. Мы встречаемся с родственниками, мы проводим с ними разъяснительную работу, конечно же. Ну, вот такой пример. Сейчас заговорили о детях, да? О том, что прежде всего, чтобы все-таки не было заболеваемости среди детей. Ведь это тоже было одно из наших совместных предложений, когда приезжающие на свидание к лицу больному туберкулезом с ребенком уже не запускали до тех пор, пока он не будет обоцелирован. Я имею в виду на длительное свидание. Это тоже меры профилактики. Ну и, конечно же, это изготовление всевозможной информационной продукции обязательно. Всевозможные плакаты, буклеты в помощь освобождающимся. Эти моменты, они очень важны. Вот, кстати, вот этот момент, когда на длительное свидание запускают семью к человеку с закрытой формой туберкулеза, как сейчас в колониях. Ну, по крайней мере, сейчас только к обоцелированным. Только, потому что... А обоцелированные-то какие? Ну, это... Айман Тверханова... Это те, кто не представляет эпидемиологическую опасность для окружающих. То есть уже не... То есть это закрытая, наверное, форма туберкулеза? Ну, можно и так сказать, если это... Да. Ну, по крайней мере, не очень опасен в этот момент, но он лечится, он больной. И, естественно, что должны быть все меры предосторожности, но, по крайней мере, открытая форма туберкулеза, именно высевающая, сейчас таких моментов нет. Краткосрочная, да, пожалуйста, чтобы, опять-таки, здесь учитывается какой момент? Не должны нарушаться права человека на связь с близкими. Это очень важно. Это осуждено вас... Это очень важно. Это тоже важно его эмоциональное состояние. Конечно же, конечно же, чтобы... А вот как раз это очень важный момент, и мы его тоже учитываем в обязательном порядке. Такая палка о двух концах, да? Конечно, конечно. Айман Тиммерхановна, как меняются подходы к лечению туберкулеза? Потому что время идет, меняются и методики, да? Несколько лет назад в интервью с вами, я помню, вы говорили о мультирезистентном туберкулезе, когда он становится, когда болезнь становится устойчива к антибиотикам, как сегодня. Да. Мультирезистентность сейчас у нас диагностируется с первых дней, можно сказать. К нам пришли такие современные методы диагностики, да. И каждый пациент обязательно, он проходит это обследование, чтобы мы четко знали. Когда вот только-только пришло это вот оборудование, да, вот эти аппараты, которые выявляли. В 2012 году установили у нас в облтубдиспансере, здесь в Кокшитал, первый аппарат джиноэксперт, который, в общем-то, выдает результат через два часа. Есть ли у человека туберкулез? Это первый вопрос, на который отвечает этот метод, этот тест. И второе, есть ли устойчивость к основному противотуберкулезному препарату рифампицину. Это прорывной, так сказать, проект. Это был пилотный проект, впервые в Казахстане, на территории Атмолинской области. А сейчас на нашей территории области стоят семь уже таких аппаратов. Они получены в сентябре прошлого года, тоже за счет средств глобального фонда. Картриджи к ним тоже представлены. И эти аппараты установлены уже в поликлиниках. Если первый аппарат был в облтубдиспансере, и он работал на всю область, то сейчас доступность к этому методу есть у всех, у каждого жителя нашей области. И установлены эти аппараты в тех районах, где есть у нас колонии. Это Адбасарский район, это Степногорск, это Державинск. В принципе, поменялось это отношение к диагностике. И начиная с 2012 года, конечно, у нас поменялась ситуация. Тогда я, конечно, может быть, с болью вам и рассказывала. У нас были тогда пациенты в режиме ожидания, особенно в колониях, когда было недостаточно лекарств второго ряда. Сейчас ситуация другая. Есть лекарства для лечения всех форм, всех пациентов. И вы знаете, что с 2012 года тоже мы впервые на территории области начали внедрять амбулаторное лечение. Да, амбулаторное лечение. И даже некоторых пациентов мы брали уже с первого дня. И этот подход вошел в комплексный план по борьбе с туберкулезом. И практически сейчас больные туберкулезом могут лечиться амбулаторно. Но главное условие – это приверженность к лечению. Если он соблюдает режим лечения, выполняет рекомендации врачебные, этот пациент может лечиться дома. И такая информация, она новая. Когда мы начали это внедрять, какие-то были сомнения. Но я могу сейчас четко с уверенностью сказать, если пациент принимает препараты уже регулярно в течение двух недель, он не представляет опасности для окружающих. Поэтому вот это понятие, которое есть у нас – стигма. Да, стигма. Стигматизация, она все-таки в обществе нашем еще до сих пор сохраняется. То есть предвзятые отношения. Предвзятые отношения к пациентам, вообще к теме туберкулеза. Хотя туберкулезом может заболеть любой, независимо от возраста, независимо от статуса. Да, потому что природа болезни такова. Поэтому, когда совсем недавно случился случай, выявлен был случай в одном из наших районов, конечно, это рядовой случай. То пешкулезом может заболеть всякий человек. Поэтому, конечно, когда я увидела международный опыт, что к этим людям нужно повернуться, им надо протягивать руку помощи, надо их поддерживать. А то восприятие в нашем обществе, обостренное восприятие, как будто этот человек в чем-то, так сказать, специально он поступил, специально заболел. Это, в общем-то, надо будет нам в обществе пересматривать. Мы должны вообще поменять к туберкулезу отношения, потому что это и мешает нам. До сих пор около 40% случаев выявляются с распадом легочной ткани. Это проблема, которая остается. При том, что есть доступ ко всем методам обследования, сохраняется, допустим, такой высокий показатель. Почему? Один из моментов, конечно, вот это стигматизация. Когда человек хочет спрятаться, он не хочет, чтобы ему поставили этот диагноз туберкулеза. А это излечимые заболевания. Люди должны не бояться, они должны приходить. Поэтому сегодняшний наш подход, если мы знали и говорим, что главный метод был, один из главных методов диагностики, это флюорография, да? Каждый может сказать, у меня нет туберкулеза, я проходил флюорографию. Это метод обследования. Он не защищает от туберкулеза, как некоторые считают. Поэтому сегодня мы должны, в общем-то, вести такую работу с населением. Люди должны знать симптомы туберкулеза. Если человек кашляет более двух-трех недель, и у него есть, допустим, слабость, недомогание, потливость один из симптомов, упадок сил, этот человек должен подумать и сказать, я должен обследоваться на туберкулез. Можно пойти, пройти обследование. И все методы диагностики, они у нас развернуты. Есть возможность ранней диагностики, раннего начала лечения. Две минуты до конца эфира. Я просто хотела добавить о том, чтобы в этих целях, мы еще бываем, когда в подразделениях, мы готовим волонтеров. Вот в рамках проекта сейчас управления здравоохранения у нас подготовлены волонтеры, которым мы вручаем сертификаты. Они имеют право работать тоже по профилактике туберкулеза, освободившись. И вот такие у нас уже примеры есть, когда освободившийся в роли аутрич-работника, то есть равному, работает уже в фонде у Аймана Цемерханной. То есть я его готовила, как бы передала, но мы совместно все это делали. Вот совместно. Но сейчас Айман Цемерханна, его уже, так сказать, продолжает с ним работу. И когда равный равному, воспринимается легче той аудитории, в которой он занимается, в которой он работает. И это очень здорово, что на территории нашей области появилась еще одна организация, которая занимается данной проблемой. Аймана Цемерханна, Любовь Алексеевна, я благодарю вас за то, что вы нашли время вечером после работы прийти и ответить на наши вопросы. Безусловно, вы делаете очень большую и важную работу. Я знаю вас как невероятно душевных и очень профессиональных людей. И форума. Больших успехов. Желаю, кстати, очень плодотворного проведения гражданского форума, который состоится буквально 2 ноября. До новых встреч. Я думаю, что мы еще встретимся с вами в нашей студии и обсудим вопросы, которые не успели сегодня обговорить. Спасибо большое. На этом мы завершаем нашу беседу. В течение этих 30 минут на наши вопросы отвечали представители гражданского сектора, общественных фондов «Луч надежды» и «Иголек» Любовь Рубежанская и Айман Тимирханова. Всего доброго. Берегите себя. И до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова